Они еще дети, но уже сдали на права. На права управления яхтой. В яхт-клубе «Чайка» готовят юных рулевых. Ребята научились о замуправлении, узнали терминологию правила парусных гонок и даже сдали экзамены. Впереди новый набор в секцию. Совсем скоро лед растает и начнется яхтенный сезон. Эти дети самостоятельно поднимут парус и отправятся в первое плавание. Они окончательно поймут, что такое быть яхтсменом и освоятся в водной стихии. А дальше соревнования и совершенствование мастерства. И вот сейчас они получают права юных рулевых после того, как заведут экзамены. Ну и когда они получат права, они смогут на равных участвовать в соревнованиях. Ездить сначала по области, кто-то может идти на всероссийские соревнования, уже начнет выезжать в конце сезона. За год в секции яхт-клуба дети многому научились. И теперь им не терпится попробовать все на практике. 12-летний юный рулевой Паша Ползиков рассказал нам, как проходил экзамен. Мы вязали узлы, сдавали тесты, объясняли правила, говорили про ветра, про паруса. У меня все родители, дедушки, они были тоже яхтсменами. И потому что, ну как бы, когда я сел на яхту, я почувствовал, что это мое. А эти ребята более опытные. И давно без яхтенного спорта не представляют свою жизнь. Пока новички сдают первые экзамены, они в мастерской готовят яхты к сезону и обучают этому тех, кто помладше. Дело это ответственное и непростое. Важна каждая деталь. Лак снимаем. Лак снимаем. Это для чего? А чтобы дерево не разъедалось. Не портывалось. Даша Чумачева занимается яхтенным спортом уже восьмой год. За это время многого добилась и попала в молодежную сборную России. Она рассказала, что зимой яхтсмены проходят физическую подготовку, чинят лодки, повторяют теорию, вспоминают прошлогодние соревнования и анализируют ошибки. В этом виде спорта нужно просчитывать и свои ходы, и ходы соперника. Мне это очень нравится, потому что это интересно, как говорится, парус-спорт – это шахматы на воде. То есть, помимо того, что ты думаешь о том, что ты должен сделать, ты еще думаешь о действиях соперника. То есть, ты должен просчитать все, что может сделать соперник, чтобы не дать ему опередить тебя. 3 апреля в 6 часов вечера тренер детской секции яхт-клуба «Чайка» приглашает родителей, которые тоже хотят видеть своего ребенка под парусом, на Готовлю до 31 в офис производственного объединения «Трек». Там вам расскажут о том, что требуется для занятий. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС.